окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате модел билдер запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем собирать модели напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик идем как обычно к нашему ноутбуку чтобы посмотреть что у нас там на почте у нас здесь есть какое-то предложение сотрудничества auction it now добрый день мы открыли новый онлайн аукцион моделей и миниатюр под названием auction it now мы наслышаны о ваших навыках сборки и раскраски моделей хотим предложить вам взаимовыгодное сотрудничество на первое время мы отменяем плату за участие и доставку единственное требование выставить на аукцион хотя бы одну раскрашенную модель используйте наше пред приложение освоите его оно очень простое вы не пожалеете надеюсь в ближайшее время увидеть ваши модели с уважением ричард так купите любой набор для сборки идите к верстаку выберите откройте проект любой набор до так а почему здесь показывается равно единичка так наборы а мы можем выбрать да давайте посмотрим так танк р-35 мы уже собирали немецкая подводная лодка ее мы тоже собирали пустынный бродяга собирали танк шагающий собирали супермарин спидфайр самолет двор в клириков фигурка воительница человека но это ее раскрашивать нужно мне интереснее именно собирать это же получается так его нельзя увеличить посмотреть супермарин спидфайр это не тот который мы с вами уже собирали просто так понял здесь все наборы которые мы уже собирали мне бы хотелось бы что-то новое так вот ты что такое как бы как посмотреть что это такое как бы узнать может быть если фотобудку зайти нам здесь покажешь что это даже не знаю даже не знаю к давайте попробуем еще раз рассмотреть в магазине чтобы понять тот это самолет который мы уже собирали или нет хотелось бы что-то новенькое по моему именно тот фигурка воительница человека но здесь суть в раскраске раскраска мне как раз ну как-то ну не очень хотя ладно давайте возьмем ее просто потому что человека мы фигурку не собирали с мечом ладно берем эта героиня рождена для боя она прекрасно владеет двуручным и одноручным оружием ближнего боя сказочных мирах среди воинов часто встречаются именно люди им отлично удаются хитрые боевые приемы вроде атаки стрекозы углового удара или оглушающего боя это крепкая и сильная воительница ее снаряжение включает броню ручной работы стальной меч и прочный деревянный щит в прямых схватка с группами врагов ей нет равных берем так инструкция вот такая у нас у нас она будет соберите и раскрасьте ну собрать то тут тут все пару деталей так берем как он литник называется все никак не могу запомнить это слово литник никогда не знал что эта штуковина формочка называется литник так все повырезаем сразу и меч всем не готова собираем так так к ней нужно вот так вот щита теперь на эту руку меч так ну и само собой вот это все теперь на подставочку только как бы так вот вот так есть это мы сделали ну теперь останется только раскрасить и а раскрашивать стопа ее нужно раскрашивать здесь как бы ничего не указано сто процентов но видимо мы можем раскрасить ее самостоятельно как захотим а давайте немножко вот попробуем поэкспериментируем проявим фантазию просто там в письме сказано было что модель должна быть раскрашенная то есть возможно на это и рассчитано что мы берем просто модельку вот собираем ее а потом уже чисто сами как захотим ее раскрасим мы ведь можем это сделать да это инструмент для разборки нет нам не надо нет не надо нам инструмент для разборки нам нужно и сюда так инструмент для окрашивания детализация наклейки всякие так будем красить так мы можем выбрать света давайте начнем допустим вот с камня серый внизу серый камень на сколько серый он должен быть пробуем вот так да нет давайте вот так вот а вот это тоже получается но это мы сможем уже самостоятельно там кисточка и так далее еще что-то серое должно быть или нет так но то подождите это ее всю красит а как по частям допустим отдельно от броню отдельно штаны и так далее здесь и меч получится будет такого цвета но это не то что я хотел вот натуральная сталь допустим это вот так вот это вот так так какого здесь цвета будет больше всего чертова знает ну давайте сделаем пока что так а потом уже сейчас будем как-то детали добавлять то уже нужно значит делать аэрографа кисть сухая кисть для рельефа смывка так вот давайте допустим вот сухая кисть для рельефа вот здесь немножко сделаем вот так вот ну хотя бы чуть-чуть вот там добавим какой-то красоты но перед смывкой нужно было бы нанести еще один цвет ну да ладно давайте тогда сделаем так а здесь возьмем допустим зеленый вот это ведь листья так понимаю так размер почему такой маленький стоит размер вот так ну это слишком маленький а почему нельзя поставить по центру а если вот так вот самостоятельно нет смотрите либо 5 либо 50 почему ну ладно давайте аэрографом тогда аэрографом мы по идее сами сможем вообще выбрать любой размер да не очень получается если честно ребята совсем не очень и цвет все таки не такой как надо но там особо зеленых не так-то и много было если честно там был какой-то металлик зеленый но нам-то металлик не нужен у нас тут листья они металлические пластины почему вот тут смотрите серая не могу закрасить даже не знаю давайте как то так допустим да нет тут столько мелких деталек что мы будем это рисовать наверное целую вечность если все закрашивать плюс аккуратно у меня не получится давайте некоторые по крайней мере выделим попробуем просто вот просто попробуем допустим здесь давайте золотой есть вот есть золотой попробуем золотом вот это вот хотя он какой-то не золотой совсем а коричневый коричневый ну нет вот если хорошенько хорошенько поддержать то получается довольно симпатичный цвет и ну вот такой у меня и ну вот и и и и и и Туда как подлезть вообще? Конечно, я понимаю, что можно было бы это на самом деле и разобрать, и вначале покрасить, а потом собрать. Да, наверное, вот в этом я совершил ошибку. Что-то я не подумал, что красить-то будет неудобно. Но краска, в принципе, у меня не в приоритете. Это так уже для галочки чуть-чуть подкрасим, чтобы было видно, что хоть попытались. Дальше, допустим, давайте волосы ей сделаем. Какие мы ей сделаем волосы? Допустим, волосы ей сделаем так, 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 так. Вот такие вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да нет, что-то, если честно, мне не очень нравится. Вот когда оно было металликом покрашено, блестело так красиво, а теперь как-то здесь блестит, здесь это самое, как-то не очень, если честно. Можно мне обратно это вернуть просто, как было, а? А что, если сделать вообще ее, допустим, медную какую-то? Вот. Слушайте, допустим, там внизу серое, здесь, допустим, вот такая медная будет. Так, нет, ну это не блестит, не хочу. Тоже не блестит. Что только медь получается блестит и сталь. Нет, то пускай будет серое. Пускай будет, в общем, так. Это что, базовое покрытие? Наносит базовую цветовую схему на всю модель. В смысле? Здесь нет никакой базовой схемы. А где ее взять? Не знаю. Ладно, ладно, все. Вот так вот, пускай будет, все. Завершаем проект. Идеально, говорят. Но нам еще нужно ее отправить, получается. Так, давайте сфотографируем. Так. Так, как тебя еще и выровнять-то теперь? Стоп. Так, так, так. Да, вот, например, хотя бы как-то так. Просто, чтобы осталось в коллекции у нас. Хорошо. Теперь посмотрим, можем ли мы ее отправить. И, может быть, мы ее продадим и заработаем над этим что-то. Собрать. Что? А, вот, смотрите, появилась новая вкладка. Используйте компьютер, откройте приложение аукциона, продайте модель через приложение аукциона. Вот она у нас. Ориентировочная цена. Быстро, среднее, долго. 18.24. Мы ее купили за 30. Подождите. Выставить на аукцион. ООН, кнопка подтверждения. Подождите, цену можно изменить, если долго поставить? 24.34. Ну, мы ее купили за 30. Саму модель. Продавать ее... То есть, выбирая длительность, мы выбираем просто стоимость. Ввести на руками я не могу, да? Это странно. Купили модель за 30 долларов, чтобы продать ее за 24. Ну, пускай будет длительность, долгая. Продаем. Осталось времени. Минута. Ставок пока нет. Идите к верстаку, говорят нам. А здесь, допустим, подождать. За прошлый год продано более 3 миллионов экземпляров. Ставок пока что нет вообще. Размещают ставку 3 доллара. Вы пошутили? 7.10 долларов. Ну же, давайте, поднажмите. 14. Нужно минимум 30. 18. Ну же, ребята. 21. 25. Ну. 29. 29. Получено достижение. Выход на рынок. Ура! Мы с вами потратили 30 долларов, чтобы заработать 29. Шикарно. Нет, так аукционом я пользоваться не хочу. Я руками здесь ввести не могу. Как бы какую-то минимальную цену для продажи. И получается, что... Получается, что это невыгодно. Наоборот. Я в проигрыше? На что влияет... Что влияет на цену? То есть, допустим, может быть, если бы я еще добавил куда-то цвета, там волосы, например, покрасил бы ей, может быть, бы изменилась цена. Ну, я купил, получается, за 30 долларов. Да. Ладно. Говорят, идти к верстаку. В любой момент, когда у вас будут свободные модели, щелкните, чтобы начать новый индивидуальный проект. У вас нет моделей. Так, у нас письмо. Так, ну, наконец-то, новое имя. Ты же недавно в профессии, правда? Так что цены у тебя пониже, чем у других. Но надеюсь, что качество не хуже, а даже лучше. Мне срочно нужна раскрашенная фигурка воительницы. Женщины. Это очень важно. Не сделай по ошибке воина. Раскрасть ее так, чтобы она была симпатичная. Да, используй кисть. Видишь, я знаю, как называются все ваши инструменты. Будь у меня побольше времени, я бы сам стал лучшим в мире моделистом. Ладно, сделай мой заказ, Боб. Боб, по сути, ты хочешь, чтобы я сделал для тебя то же самое, что я делал только что, да? Вот эту же воительницу. Боб, я тебя ненавижу. Мне интересно, почему не пропадает вот это письмо? То ли я что-то еще не сделал здесь, но я не могу понять, что. Вроде ничего не нажимается отслеживать. То ли просто в будущем оно будет продолжаться, вот эта переписка. Поэтому ее здесь оставили. Ладно, нам заплатят. Поэтому беремся. Опять делаем воительницу. Так, идите к верстаку. А, ну нам ее, по крайней мере, покупать не нужно. Уже хорошо. Нет, нужно. Фигурка воительницы человека требуется. Выберите проект в списке проектов. Я его выбираю, но мне нужна фигурка. Ой. Зачем я ее продал на аукционе только что? Ну мне говорили это сделать. По квесту, так что. Что поделать? Ладно, покупаем опять-таки фигурка. Стоп, почему говорится, что у нас одна в собственности? А, все. Нужно было обновить. Покупаем. Что поделать? Просмотрите доступные инструкции по раскраске. Так. Страж чести. А можно как-то ее приблизить? Я вообще не вижу, что здесь. Элис, страж чести, щелкните по коробке, чтобы начать проект. Ну это, видимо, воин? Мужчина. Вот. А это воительница. Нам нужна именно воительница. Ой, какая она жуткая. Так, сколько здесь разукрашивать? Елки-палки. А почему здесь желтая, а не зеленая? Там же трава была вроде. Или это какие-то листья желтые. Соберите и раскрасьте модель. Используйте кисть. Инструкция поможет разобраться. Ну что ж, по инструкции будем делать так. Вначале, опять-таки, мы берем эту формочку, этот литник. Все вырезаем. Так. Ну и начинаем красить именно с нее. Так. Так. Это у нас вот это. Может быть, из-за того, что я выбрал цветовой вариант, появилась теперь вот эта возможность раскрасить и так далее. То есть не самому красить кисточкой все. Вот это вот еще. Так. Угу. Дальше. Это плащ. Это глаза. Так. Это у нас морда лица. Волосы. Так. Здесь все. На этой страничке. Так. Бронелифчик. Вот это. Так. Тут вот такие вот всякие детальки. Так. Так. А вот это тоже? Да. Вот это тоже. Так. Так. А, ну да. Вот здесь еще тоже есть вот такие вот. Стоп. Они уже закрасились. Да. Они уже сами закрасились. Так что мне больше этим цветом вроде как не надо. Так. Вот это. Да. Есть. Все готово. Так. 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 Есть. Это готово. Хорошо. Так. Кисти. Аэрограф. И, короче, вот это еще штуковина. Начнем с вот этой кисти. Так. Размер. И увеличим только, чтобы не полчаса. Нельзя увеличить размер. Да. Твою же дивизию. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше. Теперь берем вот это вот и нам нужно... Вот это и вот это вот пройтись вот этой штуковиной. Ну это получается рельефа выделяет. Продолжение следует... Так... Хорошо. Теперь аэрографом... Аэрографом нужно получается... Вот так вот пройти вот здесь. Понял. Хорошо. Так... Кайму такую делаем. Так, ну а здесь нам уже плащ мешает. Туда мы аж далеко не можем достать. Достать. Так. Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, вроде бы нет. Вот так вот достаточно. Вроде бы. Так, давайте исправим ошибочку с плащом. Я немножко на плащ там залез. Вот так вот. А то здесь я немножко на него залез. Но ошибку исправили. Хорошо. Дальше. Теперь так. Что здесь нужно сделать-то? Ага. Вот здесь вот что ли? Не очень понятно даже, что нужно сделать. По-моему, вот так вот. Можно еще подошву сделать. Дальше. Дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как-то так, вроде бы... Вроде бы как-то так. А здесь нужно сделать... Вот этот пояс. Продолжение следует... Ой, нет. Стоп, 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 стоп. Что-то это не то делает оно. Подождите. А, нужно вот эти вот... Железячки все на нем сделать. Тьфу-то. Здесь можно как-то назад откатить. Ладно, мы сейчас исправим. Там просто... Где-то у нас пояс красится... Вот так вот и все. Так, в принципе, и вот эта часть тоже... Металлическая. Так вот... Там либо... То, что пояс крас Hat... То, что... Назывilen граница... Эта часть college Lichenp続ка... Уны. И вот это ж получается Тоже А чёрт Случайно Да ладно плевать Случайно повернул Жалко что нет Здесь знаете чего Такой вот пипетки Допустим мне нужно исправить здесь вот эту точку Если я сейчас опять перекрашу Полностью весь пояс то вот это всё что я делал Пропадёт Мне придётся заново делать Я бы лучше взял пипеточку И этим же аэрографом допустим или кисточкой Просто взял бы вот так вот зарисовал бы и всё аккуратненько А так вот ошибку исправить То есть нельзя Либо полностью заново перекрасить всю деталь И начинаю её разрисовывать заново Либо да либо никак Так что нет пускай лучше будет вот так с ошибкой Или попробуем Так а ну можно попробовать сейчас самому подобрать как-то цвет Нет Нет Нужно оборот посветлее по оранжевее А вот Вот так вот Вот так вот можно сделать Аккуратненько вот края все Оп И всё И никакой ошибки нет Превосходно Так что тут Тремя разными цветами В общем Подождите Вот это вот что Брови ей Вот этим цветом ей брови Так я ведь выбрал тот цвет Так Вроде бы Вроде как-то так Чисто вот здесь вот только нужно и всё Выше вроде не надо Так Вот этим губы Чисто губы Так думаю что такое Скроющая способность Никакущая стоит Во Так Можно конечно и Джокеры Сделать Что я сделал Что я сделала Ай Черт Да че Че я сделал Да Вот этот Цвет Сейчас Исправим Вроде бы так А вот этим что Веснушки И проставить Как-то Просто понатыкать Без разницы В каком порядке Какое количество Типа 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 вот так просто Типа того Да нет По-моему без них Было бы лучше Ну да ладно Игра говорит Вот так Надо Ну хорошо Главное чтобы нам за это Заплатили Так Так это уже Кисточкой Рисуем Так Зрачки Так А размер нельзя Увеличить Ладно Да нет Вроде как Увеличивается Он только Не понял Что не так С размером Как мне Как мне уменьшить Зрачок Поворот Нет Нужно Все равно Ставится 20 Наконечник Кисти 1 Здесь 5 Либо 50 Аж А как мне Сделать Чтобы Может быть Мне нужно Кисти Покупать Для того Чтобы размер У меня Был разный Но пока что У меня Нету Поэтому Будут глаза Вот такие Вот так Так это Что Не вижу Что нужно Сделать А в центре Еще Так Я понял В центре Ну как-то Так Что-ли Будет Так Опять Что-то С глазами Ага Отблеск Сделать Где-то Тут Ну как-то Ну как-то Так Дальше Все С этой деталью Мы закончили Ура А берем Следующую Так Нет Не прицепляй Просто Просто возьми Будем Ее Красить Так Так Это у нас Вот эта часть Это у нас Перчатка Это у нас Вот это Металлическая Дальше Вот это И А Заклепки Всякие Тут Вот такой Вот И рукоятка Да А с этой стороны Тоже Заклепки А нет Здесь уже Другого Цвета Они Это не Заклепки Это Украшения Угу Так А вот Это Теперь А ну Здесь Понятно Это Мы Рельеф И все Такое Мы Как будто Прям Какую-то Ржавчину Наносим Кстати Да Это Будет Смотреться Красиво Я бы Еще Все-таки Как-то На щит На этот Царапин Нанес Бы Как-то Тут Что-то Затиранул Бы Тут Где-то Царапнул Бы Ну Чтобы Было Видно Что Этот Щит Все-таки Реально Побывал В бою Что Он Не Просто Пролежал Где-то В сарае Сто лет Что Реально По нему Лупили Мечом И топором И чем Угодно И фаерболами Его Жгли У нас Все-таки Фэнтези Так Соединяем Так Ты Сюда Щит Тебе Будет Вот Сюда Отлично Так Берем Вот эту Деталь Перчатка И вот Эта Часть Так У нас Обмотка Собственно Эфис Лезвие И вот Здесь Тоже Есть Вот Так Подождите А вот Здесь Вот Это Что Это Ага А вот Это Что Это Нужно Или Нет Непонятно Ну В принципе Его Видно Не будет Хотя Здесь Нужно Закрасить Так Так Ну Это Я уже Закрасил С той Стороны Как бы Вот Эти Вот Вот Это Я Закрасил Уже Так Соединяем Ставься Тебе В руку Даем Меч А Здесь Что Почему Это Видно Все Равно Я Думал Что Этого Видно Как раз Не Будет Оно Где-то Внутри Будет Почему Здесь Выступает У нее Как будто Не до Конца Рукав Или Что С той Стороны Щит Поэтому Не Видно Ну И Морда У нее Получилась Так Это Мы Соединили Вот Все Отлично Крови Кроме Ее Морды Пока Что Берем Вот Эту Деталь Будем Ее Красить Каждый Листик Серьезно Так Теперь Ну Давайте Начнем С Листиков 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 Так, а потому, чтобы цвет, получается, был не монотонный у них делаем. Немножко разноображиваем, скажем так. Так. Листья как будто немножко прямо выжжены. А, здесь даже сильнее, смотрите, прям нарисовано. Я думал, чуть-чуть нужно, а здесь прям... Прямо аж надо сильнее. По центру. Вот так вот аж нужно, да? Ага, хорошо сделаем. Готово. Так, ну и теперь рельеф. И здесь он зеленоватый будет, то есть прям как какой-то мхом поросший, допустим. Вот так. Объединяем. Так. И все получается на 100%. Вот, со всех сторон ее показывают. Ну да, в принципе, довольно-таки неплохо. Но я бы вот еще немножко царапин бы на щит добавил. С лезвием бы немножко поработало, но было, по идее, должно быть светлее, наверное. Я думаю, как бы стали, а не... не такое. Ну и металлические детали тоже немножко царапин бы добавить. А то они выглядят, как будто бы она только что из магазина вышла. Только что приоделась для фотосессии. Ну и лицо. Ну, конечно, морда у нее какая-то получилась не очень. С лицом вообще всегда сложнее всего работать, потому что... Ну, как-то вот сделать что-то красивое на лице, само собой, сложнее. Так, ну все, завершаем проект. Модель эту нам придется отправить, поэтому нужно ее сфотографировать. Сейчас будет... Идеально, смотрите. И окрашивание идеальное, и сборка идеальная. Так, давайте как-то так. Чтобы у нас в коллекции оно осталось. Вот как-то вот так вот, что ли. А здесь почему в этой вкладке ничего нет? Вкладка есть, но в ней вообще ничего не бывает. А можно еще, допустим, сделать вот так вот ее черно-белую. Или сипию добавить. Но зачем? А вот так вот фотографируем. Вот так вот фотографируем. Так, ну нам ведь ее нужно отправить. Собрать? Все. Да, поставить мы ее, само собой, уже не можем сюда. Мы ее отправили. Что ж, ребята, сегодня у нас забавная ситуация получилась. Вначале мы просто сами выбирали, какую модель собирать для аукциона. И так уж получилось, что мы выбрали именно ту модель, которую после этого нам пришлось создавать по заданию. Но самостоятельно-то мы на нее потратили время совсем немного, потому что мы просто одним цветом практически покрасили ее. И все. Так что, ну вполне получилось нормально. Здесь мы с вами уже на сегодня прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Пока-пока.